может покажи что типа никого нет внутри пошли пошли маленько пойдем пойдем не бойся не бойся тихо тихо стой 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 все нормально не переживай не переживай ну что всем привет дорогие подписники сегодня мы наконец-то снимаем для вас новый обзор и сегодня на обзоре у нас дон фэнк huge данный автомобиль китайского производства оснащен данный автомобиль полтора литровым двигателем но есть и другие вариации как например гибридные этот у нас обычный не гибридный полтора литровый двигатель турбированный который оснащен более 200 лошадиных сил коробка у него стоит роботизирована с двумя мокрыми сцеплениями возможно есть еще и автоматизированные но в нашем государстве мы не встречали установлена здесь лет оптика горит она полностью вот этот вот рядок и выглядит эту ночь вообще очень красиво решеточка у нас тоже сильно и похоже чем-то либо на воя либо на какой-то зиккер мне напоминает по заводу у нас стоят вот такие 19 достаточно шикарные красивые диски резина стоит pirelli тормозные диски и спереди и сзади стоят у нас дисковый спереди они вентилируемые в принципе для веса данном автомобиле очень хорошо справляется с своей работой данном автомобиле по кругу стоят кучу кучу камер также как и слепый зон и партроников дистроников и также здесь установлен лидар то бишь у нас по факту есть как мы любим называть автопилот данный автомобиль умеет парковаться сам ну и очень много других функций задней части автомобиля вы видите вот такую сплошную оптику как сейчас принципе ставят многих других автомобилей ну как по мне это выглядит действительно красиво и очень даже дорого также установлены партроники камера заднего вида и багажник давайте посмотрим какой же он открывается данные багажник как и салона так и снаружи у нас вот здесь вот такая вот свечивается проекция ключ у меня в руке либо должен в кармане мы подходим к проекции сейчас вот она загорелась я просто на нее наступаю вот она и багажник открывает также багажника есть куча защит не так как в кибер траки то есть если вы поставите руку багажник откроется либо 100 парня ця тут таких проблем не будет закрыть его также можно через вот эту проекцию просто становимся на проекцию вот тут такая и видите багажник закрывается багажник достаточно вместительный если у вас есть двое трое и даже четверо детей в принципе вы можете все вместе туда положить и они влезут очень хорошо данного автомобиля есть несколько комплектаций это интеллигент премиум гибрид и премиум плюс в данном случае автомобиль премиум плюс это на обычном бензиновом двигатель без всяких гибридов и каких-то батарей данный автомобиль в районе стоимость с допами совсем в беларуси именно у нас официального если брать салона в районе 32 тысяч долларов выходит так что в принципе за новую машину это даже очень хорошо салон у нас выполнен из хорошей качественной кожи на средней части консоли у нас имеется естественно подлокотник который поднимается и у нас имеется там огромный бардачок огромный он действительно потому что у меня рука туда влазит практически по локоть авто пол и вот такой джойстик для переключения режимов езды же можно переключить режимы в мониторе но когда вы едете на ходу и сразу можете переключить джойстиком не лазить где-то не отвлекаться то есть это очень очень удобно это огромный огромный плюс огромный джойстик для переключения передач дефлектор полностью весь электро пакет естественно потому что китайцы к счастью не жалеют этого регулировка зеркал электрическая все стеклоподъемники музыка здесь данного автомобиля дон фэнк стоит своя у нас есть вот такая вот установка для беспроводной зарядки то есть телефон положили и телефон у нас заряжается всем привившиеся дизайн китайских автомобилей это вот этот вот скажем так аквариум установлены камеры даже в салон который смотрит за нами за нашим самочувствием как вы видите вот здесь стоит как бы датчик камера который смотрит за мной если я буду засыпать либо отвлекаться во время дороги вот так смотреть назад на вас например на подписчиков то машина во время движения будет ругаться и сказать ты заснул там или так что-то в этом образе приди в себя и начинай поездку обратно то есть в плане безопасности это очень очень удобно и круто из минусов чтобы я хотел сказать у нас вот здесь вот есть вот такой вот глянцевый красивый как молдинг ну как мы знаем что глянец он имеет свойство царапаться то есть вот у нас здесь сенсорные кнопочки аварийки например как климата и круиза контроля и мы будем и постоянно нажимать и своими кольцами и ногтями мы будем царапать и через лет года три мы увидим что будет все поцарапано это проблема всех современных автомобилей ну я думаю ничего страшного нет кнопки на руле тоже они глянцевые я думаю будут стираться но это малое что в этой машине это я читаю минус всех современных автомобилей вот этого глянца у нас есть панорамная крыша чтобы открыть ее нужно завести автомобиль и вот так она открывается цвет потолка ну то есть цвет шторки цвет потолка вот такая вот со стоечкой красивенькая ну грубо говоря затонирована специальная пленка и ну или по заводу были то стекло таким образом чтобы нам не припекало то есть весь все лучи солнца которые припекают они отображаются то есть сейчас как в тесле и современных автомобилях делают это очень очень хорошо закрывается также нажатием просто и туда и обратно закрывается плавненько аккуратненько ну в принципе давайте может быть перейдем к консоли экрану нашего автомобиля что нас встречает во первых здесь в уголке у нас отображается кто где сидит и не пристегнут вот сижу там допустим я не пристегнут оператор мой сидит ну и призрак еще сидит и не пристегнут слева мы видим наш автомобиль только к сожалению не в нашем цвете потому что у нас цвет темно это серый спереди мы видим наш очень хорошего хорошо реально хорошо отрисованы автомобили которые уедет в полосе как все красиво отрисованы качественно видео просто как с картинки реально вот не хуже каких-то там мерседесов современных 223 где хорошо отрисовано то есть на уровне красиво отрисован никаких не пик теле там нет карандаша там китай отрисал все красиво отрисовано также видим что у нас вот тут открытой двери красный геймп паркинг встречаем экран в котором кучу кучу настроек данная машина сейчас у нас на английском но в скором времени и русифицируют и без каких-либо проблем это можно сделать у нас есть привязка телефона ну то есть стабильно стандартная тема это как позвонить громкая связь даже есть галерея можно даже найти посмотреть ничего нету можно пофоткаться сохранить даже какие-то мультики сюда и посадить ребенка спереди и показать ему видео кнопочки домой музыка быстрый доступ автомобиль настройки можем зайти сюда вот вы видите настройки автомобиля body saltos можно выставить радиус габаритов то есть настройки кучу реально очень много также громкость из быстрого доступа можно сделать звонки музыка также быстрый доступ у нас крайне красиво реально красивая анимация как джили мотную манджаро смотрели очень тоже мне понравилось крутая анимация вот этого ветра интерес можно вот так настроить они можно вот так же как и с многих можно просто нажать куда вы хотите чтобы он поток воздуха шел и он будет идти что тут еще с таких настройки ну то есть монитор очень приятен на ощупь и быстро отвлекать камера 360 очень крутого разрешения вы просто посмотрите отрисована машина в принципе достаточно нормально также мы снимали как-то джили акаванга там камеры намного хуже то вот как будто реально nokia 3310 выколупали камеру и поставили туда он сверху здесь машина отрисована даже видит что у нас открыта дверь выворачиваем слепые зоны 2d 3d сразу можем переключиться вот так все камеры боковые передние можем настройки включить именно вот такую камеру а можем даже посмотреть вот так кстати очень очень много короче даже можно разделить в общем камеру и в разных разных функционалов по камеру очень много то есть если вы только до сдали на права и боитесь давать задом знаете что вы никогда не въедете куда-то также в переднем пассажирском сиденье единственным установлена атаманка этом поддержка но то бишь передний пассажиром может просто здесь спать либо загорать сейчас проедемся на автомобиле посмотрим как автомобиль на разгоняется как она по жесткой человек как по управляемости приедем сейчас на парковку и покажем как машина паркуется сама и как можно через пульт управления скажем так если машину зажали как все уже в тесле видели можно вперед назад поехать в общем поехали ну что мы начинаем движение на автомобиле я включил драйв вот тут есть драйв 1 никакой не спорт режим ничего есть такая занятная вещь что автомобиль при отпускании тормоза начинает действительно быстро ехать 8 километров в час машина едет просто не газуя на холостом ходу но видишь он от машины чуть-чуть ушла он взял подрулился лучше все равно это классная тема то есть по факту ты рулишь но она тебе не дает выходить из полосы ты зачем вам тесла эти автопилоты переплачивать что-то вот пожалуйста don feng huge включили автопилот ну круиз скажем так все включил также требует чтобы мы держались за руль а вот эта камера у нас работала то что я не смотрю в нее ну то есть закрывая глаза либо отворачиваю сторонку и нас ругает вот смотрите препятствия сверху спереди видит притормаживает а так она да это она так накатом едет ни хрена себе сколько километра приехали накатом чисто сейчас поговори там она достаточно большая разгоняется она ну и то есть это я чуть-чуть газ нажал не топил лишь тормозит хорошо мягенько в принципе идет не валка повороты входит полицейский на скорости 15 километров час кстати тут отображается даже вот смотри отображается типа пешеходный переход она видит полностью всю разметку видит где заканчивается разметка блин классно кстати вот даже знаки замечаю ну что сейчас попробуем припарковаться dunfeng huge давайте посмотрим как она сама паркуется я приехал вот на парковочку подъехал к парковочным местам нажимаем на экраны папа она определяет нам места выбираем авто парковочное место например я хочу вот сюда нажимаем сюда все отпускаю ногу и она начинает сама парковаться езжает назад как-то немного даже дико непривычно то есть сейчас наше время не обязательно хорошо сдавать направо гараж то есть даже спереди бордюра видит сама рулем крутит это вообще как-то так необычно немного кривовато все и теперь она еще не до конца то есть она выравнивается прям тютелька в тютельку автоматик паркинг не может ну вот так вот она сама паркуется на самом деле очень-очень классно необычно в общем ключ у нас тоже очень технологичный во-первых видим он выглядит вот так достаточно очень интересный и легкий такое чувство что он из какого-то карбона но скорее всего это пластик выглядит действительно красиво хорошо для него есть место в машине для зарядки и через этот ключ мы можем сделать как в тесле получается нажал и она начинает сама парковаться с этим ключом это просто не ключ а игрушка мы можем с этим ключом просто сейчас завести машину и выехать с этого парковочного места получается что мы должны сделать нажать на вот эту стрелочку эта стрелочка запускает наш автомобиль нажимать мы должны сильно и немножко зажать на пару секунд наш автомобиль начинает заводиться и что мы должны сделать мы должны нажать на буковку п паркинг и подождать чтобы машина включила аварийку мы нажимаем и держим несколько секунд машина заморгала и теперь мы можем играться то бишь мне нужно чтобы машина выехала немножко вперед я нажимаю на стрелочку вперед и машина начинает движение вперед принципе с немаленьким с немаленькой скоростью допустим она полностью выехала как мне надо я ее взял и остановил положил какие-то свои вещи и в принципе все мне она не надо я не хочу туда садиться я нажимаю обратно и машина начинает движение назад также если было бы препятствия сзади вот я сейчас наглядно покажу допустим я машина вот здесь стою машина просто увидела препятствия остановилась в принципе практически с расстоянием сантиметров 30 чтобы машина была плотно она остановилась мы нажимаем опять на буковку п чтобы она остановилась окончательно и нажимаем на нашу стрелочку и глушим машину ну что дорогие подписчики вот такой вот замечательный я считаю что получился у нас обзор машина действительно интересно если вы хотите приобрести ее или присматривайтесь данной марки автомобиля в принципе все зависит от вас хотите покупать покупайте не хотите мне покупать мое мнение это мое мнение ваше мнение это ваше мнение лично я были бы у меня деньги и я бы смотрел и рассматривал машину такого плана внедорожник паркетник либо кроссовер я бы конечно бы себе рассмотрел намного машина интереснее той же теслы тех же джили кучу кучу разных настроек огромный плюс лично для меня то что эта машина именно полтора литра бензин без каких-то либо батарей то есть она никакая не гибридная ты сел поехал 400 километров проехал заправил полный бак поехал еще 400 километров заправился еще бак поехал еще 400 километров расход данного автомобиля по трассе 7 литров дам полтора литра двигатель турбированный стоит 200 лошадиных сил 4 котла не 34 котла в этом в этом моторе стоит сколько проходит но пускай пройдет она 400 тысяч пускай пройдет она 500 тысяч пускай 300 тысяч пройдет это новая машина салона вы можете лет пять если вы немного едете забыть просто про все делает его и просто наслаждайся салон чисто свежий я думаю что будет ходить и не мяться не хуже чем в американцах надеемся что кузов будет у нас служить долго и не гнить в общем вот такой вот получился у нас обзор по рекламе обращайтесь мне в instagram всем спасибо огромное за просмотр и всем пока